Очень просто взять и вот так закрыть бизнес. Это можно. А почему с банками нельзя так работать? Банкам идут только рекомендательный характер. Вот банк, он священная корова. Ему говорят, вот мы с вами, там, будьте любезны, а не будет ли уважаемый джинн, там, любезен. Ну, что это такое? Ребята, если вы не выдаёте то, что вам говорит правительство, даже сам министр экономического развития пытался это сделать, у него не получается, да, так сказать, получить, там, отсрочку, льготные, там, кредиты и так далее. Они там объясняют чем угодно, но лишь бы только, вот, так сказать, не давать деньги. Теперь по банкротству. Вот там написано последнее, приостановка банкротства. У нас есть, кстати говоря, привлечение к ответственности, если у вас есть предумышленное банкротство. Ну, грубо говоря, взяли кредит, там, сбежали с ним и обанкротились. Есть. Но у нас нет ответственности банков, да, за предумышленное банкротство. Вот это да. Это очень важный вопрос. Это банкротство предприниматель. Очень важный вопрос. Это как проект. Да. Вот если не будет работать эта статья, мы даже после эпидемии не сможем нормально работать, функционировать. Абсолютно точно. И вот посмотрите, сколько их будет обанкротено. Сколько говорим об этом, а сейчас сколько будет, и никто за это отвечать не будет. Ведь никто не даёт говорить, никто ведь не говорит, что давайте, ребята, мы отдадим деньги, и не надо, вернёте, когда сможете. Там стоит 6 месяцев. Ему стоит подтянуть 6 месяцев, чтобы ты не отдал кредит, и всё. Нет, мы тогда будем просить, чтобы ещё проценты, да, но чтобы... Это и есть предумышленное банкротство. Вот правительству надо чуть обратить на это внимание.